Здравствуйте! Такую тему хочу поднять из коммунальной сферы. Точнее, по вопросам неплатежей за квартплату и коммунальные услуги, это проблема же не только управляющих компаний и поставщиков ресурсов. Заложниками ситуации становятся как раз добросовестные граждане-плательщики, поскольку если сборы с дома неполные, то и ремонт такой дом получает неполноценный, а только тот, на который хватает собранных средств. Вот в моем доме это обычная панельная двухподъездная девятиэтажка на 72 квартиры, больше 10 квартир с неоплаченными счетами. Основная масса из них там долги тысяч по 10, 20, 30, не критично. Но есть и уникумы, видимо, не платящие годами, на которых висят долги уже в сотни тысяч рублей. Ну вот как раз вот это и есть недоремонт крыш, коммуникации и всего прочего, от чего и страдают все остальные жители нашего дома. Если с неплательщиками, собственниками недвижимости все ясно, управляющая компания или поставщик услуг должны сами выставлять иски в суд и добиваться погашения задолженности через продажу имущества таких должников, ну до чего, как правило, то вот все-таки не доходит, поскольку такие граждане тут же почему-то находят возможности и средства, чтобы снять с себя такие опасные претензии. Но есть другая, гораздо вот более мутная категория неплательщиков. Тех, кто занимает муниципальное жилье по соц. найму. Ну и, соответственно, собственником они не являются. И меры воздействия на таких поэтому весьма затруднены. Ведь разбираться с ними должны уже местные власти, которым квартиры принадлежат. Но будем честными, никто этим особо сейчас не занимается. Вот что надо менять в принципе, в корне. А то реально такие граждане привыкли жить на расслабоне. Не платят, и им за это ведь ничего не происходит. Ну, собственно, и у остальных тогда вопрос возникает вполне закономерный. А мы-то чего тогда, как пионеры, прилежно носим деньги в кассы ежемесячно? И почему, получается, должны оплачивать содержание и ремонт домов из-за себя, из-за того парня? И вот почему сам собственник, то есть муниципалитет, не чешется, чтобы как-то переломить ситуацию, истребовать эти накопившиеся долги и дать понять всем квартиросъемщикам, что такие финты будут пересекаться оперативно и жестко? А я скажу почему. Хоть это, да, зона ответственности муниципалитета. Ведь город, как хозяин этой своей недвижимости, должен отвечать за то, чтобы полагающаяся оплата шла своевременно всем, в том числе компаниям, оказывающим коммунальные услуги. Но у муниципалов же нет особой сейчас заинтересованности в том, чтобы плотно контролировать, насколько аккуратно оплачиваются выставляемые счета. И он является себя, по сути, безответственным собственником, поскольку растут долги из-за муниципальных квартир в том числе. Квартира-съемщики не платят же ни городу в основном, а как раз организациям, предоставляющим коммунальные услуги. В этом корень проблемы. И нужно менять систему кардинально, чтобы у муниципалов появилась своя мотивация не допускать долгов. Я взял на этот счет интервью у первого замглавы Самары Владимира Василенко. Ход мыслей Владимира Андреевича мне понравился. Считаю его правильным, полностью поддерживаю то, что он сказал. Но главное, чтобы сказанное было реализовано в делах. А вот подробности уже в следующей программе. Субтитры создавал DimaTorzok